Сегодня 3 февраля, месяц, когда уже мы начинаем очень много сеять. И я вот два дня стою и все сею. Много посеяла статицы, посеяла много разных цветов. Вот видите, все в разных плошечках, в стаканчиках, все подписано, уже накрыто и стоит на подоконнике. У меня нет никакой теплички, поэтому все это у меня вот так вот, возле батареи, где тепло. И вот накрыто полиэтиленом. Очень многие садоводы и огородники пользуются лунными календарями. Их можно купить осенью в разных киосках, где продаются газеты и журналы. Большое разнообразие, многие фирмы выпускают такие календари. Можно и в журналах их увидеть. А я много лет покупаю вот такой календарь садовода. Вот уже около 20 лет выходит вот такой замечательный журнал «Мой прекрасный сад». Выходит он раз в месяц. И только раз в год выходит специальный выпуск. Купить такой календарь садовода можно где-то с начала ноября. Сначала эти календари выходили, как маленькие книжечки в мягком переплюте. А с 2004 года их стали выпускать, как небольшие журналы. С 2006 года дизайн стал немножечко меняться. Вот такие стали эти календари. Этот календарь очень помогает мне при работе с моими растениями, начиная от посева и заканчивая уборкой на огороде. В календаре каждому дню года уделено маленькое местечко. Авторы календаря пишут, что мы можем сделать в этот день. Все, что нужно делать с растениями, они нам напоминают. И даже если мы захотим для себя сделать пометочки, какая же погода была в этот день, тут тоже этому отведено небольшое местечко. И спустя годы мы можем, открыв наш календарь, увидеть, что же было в этот день. На всех вот этих пустых местах можно делать записи. Вчера я сеяла очень много, а места, чтобы все здесь записать, нет. Поэтому я в таких случаях делаю вот такие вот вклейки из листиков. Просто ставлю на прозрачный скотчих. И вот записываю, что у меня было посеяно. И все пронумеровано. Так как я сею очень много, мне надо вести какой-то учет. Если очень важно не забыть что-то в какой-то день сделать, то можно наперед поставить себе вот такое напоминание. Вот я посеяла ирингиум, а в марте мне надо будет его поставить в холодильник. И вот я сделала себе вот такую запись. А так как я в течение года практически каждый день открываю этот календарь, я уже не забуду это сделать. Еще хороши эти календари, что они не только подсказывают нам, когда что делать, но и дают небольшие советы по выращиванию разных растений. Помещают фотографии очень красивых цветников. Видите, какая красота. И вот здесь наш ирингиум, привидение мисс Фильмант. Спустя годы эти календари становятся такими дневниками прожитых лет, потому что все, что мы записываем в них, оно забывается. А спустя время полезно почитать, вспомнить, что же выращивал, как выращивать, почитать все советы, которые дают нам авторы этих календарей, потому что многое забывается. И листать их можно бесконечно. Надеюсь, кто не знает о таком календаре, информация была полезной. И я думаю, вы захотите в ноябре приобрести такое издание от Мой прекрасный сад. На этом все. До свидания. Всем хорошего.